Николай Петрович, если я неправильный вопрос понял, он меня поправит. Вопрос заключается в следующем. Вы на сегодняшний день поставляете не питьевую воду нашим кингисерцам. Я с вами не соглашусь. Подождите. Вы поставляете воду, которая не питьевая. Принесите воду из-под крана, я ее выпью. Я еще раз, Николай Петрович, я вам делаю замечание. Если надо будет, вам будет предоставлено задать вопрос. Я еще раз говорю, чем это подтверждается? Не теми бумажками, которые вы берете в тех или иных государственных структурах, пускай на их совести это отражается, а с теми канистрами, с которыми наши пенсионеры ходят за водой. Если бы вода была качественной, я бы в Кингисеппе этих канистр не видел. А то, что вы тут мне сейчас будете, извините меня, говорить о том, что у вас там есть какое-то заключение по воде, и что она качественная. Вот стакан стоит, вот этой воды, которая налита. Выпейте его. Я же говорю, Баня, вопрос, давайте выпьем. Тогда, значит, каждый день, вот как правило, депутаты говорят, каждый день приходите пить. Хорошо. Хорошо. Ясное дело, что хорошо. Мне ответить-то можно или как? Нет, подождите, подождите. Ну, Лариса, тебе тоже надо замечание. Я понимаю, что вопрос больной, очень больной, потому что он уже настолько больной, что совести перед людьми нету за этот вопрос. Стыдно всем, в том числе и мне стыдно. Поэтому еще раз говорю, значит, есть предложение. Поддерживайте предложение депутатов понизить тариф до технической воды и платить как за техническую воду. Поддерживайте? Могу ответить. Пожалуйста. Александр Иванович, уже объяснялось не раз и в ходе личных встреч и на приеме граждан, что все говорят о том, что давайте будем оплачивать как техническую воду. А кто посчитал, кто решил, что техническая вода, она стоит гораздо меньше, нежели чем качественная питьевая? Вы эти расчеты ввели? Нет. А я эти расчеты вел. Техническая вода, это не означает, что вода просто-напросто зачеркнули ее из реки и подали в распределительную сеть. Даже до уровня технической воды ее нужно очищать. И эта очистка, она закладывается в тот тариф, который устанавливается на техническую воду. И мы считали, разница небольшая. Это во-первых. Во-вторых, та очистка, которую мы производим, она производится и она достигается тех нормативов САНПИНа, которые нам представлены. Естественно, так же, как в статье об этом и говорено. Я же на самом деле не скрывал и говорю открытую информацию, которая в открытом доступе. И речь не идет о том, что есть какие-то государственные органы, которые нам что-то рисуют. Мы ежедневно проводим анализ той воды, которую очищаем и которую подаем. На выходе с наших водоочистных сооружений вода качественная, очищается. Есть просто-напросто возможности водоочистных сооружений, которые работают на пределе. Ну опять вы будете, не надо нам про это говорить. Александр, ну извините, но это уже волюнтаризм. Вы либо признаете, что вы не работаете, либо тогда не объясняете. Я же так не могу. Вы меня спрашиваете, я вам объясняю. Но вы сейчас говорите о том, что вы берете какие-то справочки. Целый водоканал, на котором работают на секундочку те же самые кингисепсы, не выполняют поставленную перед ними задачу. Не, ну а почему, хорошо. Но это неправильно. Почему тогда люди не пьют эту воду из крана? Еще раз. Почему они пользуются другими источниками? Было достаточно, на подтверждение достаточно длительного времени перебои с работами и со всем остальным. Я, конечно же, не могу отвечать за работу там своих предшественников. Я говорю то, о том, что делаю я. И на сегодняшний день, в мою, скажем так, бытность, работы эти проводятся. О каких распоряжениях, о каких бумагах идет речь, я, честно говоря, не очень понимаю. Но догадываюсь, что речь идет, возможно, о том постановлении Роспотребнадзора, который позволяет, ввел нам временные нормативы. Но даже если мы об этом рассуждаем, то же самое, как и корреспонденту, и люди, которые приходили к нам и говорили о том, что вы теперь себе позволяете не чистить, это не так. Речь идет о том, что временные нормативы установлены на период, когда у нас исходная вода в луге превышает проектные, которые могут чистить водочистные сооружения. И только об этом. Если у нас исходная вода, она в рамках тех проектных решений, которые есть, заложенные изначально, мы не собираемся хулиганить или не выполнять свою работу. Мы ее чистим и чистим надлежащим образом. А результата нет. А результаты этого года значительно, значительно отличаются от результата 2017 года. И этого отрицать просто глупо. Дело все в том, что это все, понимаете, игры в цифры и показатели. Никаких цифр, Александр Иванович. Подождите, вы сказали, я вас не перебивал. Значит, я еще раз повторяю. Реальный показатель, это когда вода, извините меня, вот, значит, пригодна к потреблению, извините меня. Это вода такая, это в ванной пользуешься этой водой. Я этой водой пользуюсь. Я арендую квартиру вон, на фосфорете. Ну мы с вами в этом коллеге, я тоже арендую здесь квартиру. Ну так и вы что, там ванну надо почти каждую неделю тереть, потому что там такие осадки на ванной остаются. Там от ванны ничего не останется. Так а почему меня никто не хочет услышать, что речь идет не только о том, что внутридомовые сети в плохом состоянии. Речь идет о том, что и сети сами, сами магистральные сети, и наружный водовод, и внутридомовые сети, их рассматривать в отдельности друг друга нельзя. Хорошо, значит, давайте пойдем дальше тогда. Давайте. Значит, план мероприятий. Значит, замена неисправной запорной арматуры. Источник финансирования. Из городского бюджета. 7 миллионов. Значит, где запорная арматура? А? Где запорная арматура? Замена неисправной запорной арматуры. По плану. Где? Ну, 2017-2018 год. Значит, главный инженер Бурко. Сумма 7 миллионов 647. Вот. Я сейчас не говорю про место, я говорю про сумму. Это дает городской бюджет. Что даете вы? Замена вашей шишевой строя, насосного оборудования и так далее, и так далее. Значит, собственные средства 300 тысяч. Так когда вы будете финансировать, вы получили, значит, эта самая возможность получать и зарабатывать деньги. Если вы мне сейчас скажете, что вы в ноль уходите, то тут все рассмеются. Да бога ради. Когда вы будете финансировать и исправлять ситуацию. Если мы так пройдемся по всему, вот вы в газете пишете. Для того, чтобы решить эту проблему, 2,2 миллиарда рублей. И тут говорите, мы тут ищем источники финансирования. А вам известно, что, я уже об этом вам говорил, и не только вам, и вообще везде говорю, на всех площадках. Что город Кингисепп, с такой честностью населения, в город Кингисепп инвестор с 2 миллиардами не придет. Потому что нету экономической выгоды, ему не вернет эти деньги. Так может быть, все-таки уже правильно говорит губернатор, хватит частным компаниям отдавать бюджетные деньги. А они, значит, будут на этом, так сказать, паразитированы. Может, пора действительно уйти, принять решение и перейти в водоканал? Александр Иванович, если можно, я отвечу, да? Пожалуйста. Я, честно говоря, хожу по этой земле грешной, да, и работаю руками свою работу. И далек от лозунгов и всего остального. Конечно, заел. Да, если речь идет о каких-то заработках, для этого нужно изначально коснуться вопроса формирования утверждения тарифа на этот вид деятельности. К сожалению, он регулируемый, регулируется комитетом по тарифам и финансам. И если мы будем запланировать те мероприятия, которые мы планируем выполнить, и нам это все будет утверждаться, картина кардинально изменится. Но нам, к сожалению, тариф утверждают только в рамках того допустимого повышения, которое установлено правительством Российской Федерации, не более того. Из-за этого я вынужден ряд работ, которые запланировал на каждый текущий период, не выполнять. Просто потому, что на это нет денег. Я на это денег не собираю. Что касается 2,2 миллиарда, простите меня бога ради, Александр Ильич, но просто-напросто, ну, скорее всего, надо будет на следующее мероприятие кого-нибудь из представителей Совета депутатов пригласить и поучаствовать, пообсуждать этот вопрос. Потому что и инвесторы есть, и финансовая модель есть. Позвольте, я все-таки договорю, Александр Ильич, будет понятно. И финансовая модель, она есть. Это все предлагается на уровне правительства области. Это не значит, что если эта информация здесь не озвучивается, то нет никакого инвестора, который не придет. Хорошо, хорошо. Вот вы так красиво все это говорите. Я говорю то, что происходит. Почему вы саботируете рабочую группу, которая была создана мной, в которой, кстати, входит вице-губернатор Москвин, который, значит, изъявил тоже в ней работать. Но вы в ней работать не хотите. Простите, Александр Ильич, вы немножко лукавите. Вы лукавите. Подождите. Ну, изначально некорректно подается информация. Меня предупредили о том или ином совете, я один единственный совет. Я сейчас разное слово вообще удалю. Давайте так, но я, тем не менее, говорю, что о том, что коллегам предоставляется информация некорректно. Нет, я еще раз говорю. Я не саботирую работу. Я еще раз говорю, на рабочую группу вы не явились. То есть, те документы, которые мы у вас запросили, вы их до сегодняшнего дня не представили. Представили все, что просили. Это какой разговор идет о том, что вы там предлагаете прийти к вам? Это не вы, мы к вам должны идти, а вы должны идти к нам. Я не предлагал приходить к нам. Я предлагал правительство области прийти. Здесь сидят представители народа, которых избрали кингисепцы, и они с депутатов спрашивают, почему такая ситуация. Так я их приглашаю прийти и пообсуждать. И вы не приходите на рабочую группу и ничего на ней не делаете. И ничего не доводите. А сейчас тут начинайте. Почему вас не было на комиссии по ЖКХ? Меня пригласил Совет депутатов только лишь на одно заседание, которое я пропустил, потому что это приглашение пришло за один день до запланированного. И я объяснил, что я этому вопросу вопросов не могу, потому что именно в этот день я был запланирован на посещение комитета ЖКХ. Что касается документов, которые запросил администрация района и администрация городского поселения, мы все представили, абсолютно все, и в том числе и проект технико-экономического обоснования представили его. Поэтому утверждать о том, что я саботирую работу, некорректно. Все сказали? Да. Я еще раз повторяю. У нас была комиссия по ЖКХ перед Советом депутатов, на которую вы были приглашены. Вы на нее не явились. И? И? Ну, значит, работал. Нормально. А вы знаете, что сказано в законе и в Конституции, что решения органов исполнительной и представительной власти на территории муниципального образования обязаны исполнять все хозяйственные субъекты. И работал. Вы должны были и не работать в это время, и прийти на комиссию. И на комиссии вот депутатам, как вы сейчас здесь пытаетесь, все это рассказать, привести тех людей, которые, так сказать, мол, приходите к нам, мы вам покажем. Не вы, не мы к вам, а вы к нам. Александр Иванович, ну вы опять не дослушали. Я не говорил приходить к нам. Я предложил приходить кому-нибудь из представителей Совета депутатов на рассуждение в правительстве области, которое мы ведем по тем или иным мероприятиям. До правительства области мы еще дойдем. Давайте мы сейчас здесь на месте разберемся. Давайте. Давайте. Вы не хотите...